Это еще недавно уютная улица Овруча. Сейчас на улицу мало похоже. Вместо аккуратных домиков, воронки и кирпич. 6 марта в 2 часа ночи россияне сбросили туда 4 авиабомбы. Почти все были в домах, но, к счастью, все остались живые. Военных здесь не было. Это жилой частный сектор. Валентина Иосифовна чудом спаслась. Я спала вот здесь, за этим окном. У меня там спальня. Вот здесь летняя кухня. Оно пробило вот эту стену. Я подскочила от взрывов. Никто не мог подумать, что Россия, наши братья, сделают нам такую радость. Сейчас она наняла строителей. Правда, жалуются, что есть проблемы и с мастерами, и со стройматериалами. У Анатолия Дуба взрывной волной в тот же день, но уже вечером снесло полдома, который мужчина с любовью строил 5 лет. Вот так в один день, 6 марта, жизнь жителей Овруча превратилась в фильм ужаса. Соседи погибли, а дом стал похож на жуткие декорации. Черепицу, та, что была на доме, на 200 метров разбросала по соседним улицам. К счастью, его семья жива, но вот на соседнем участке, на месте дома крест. Здесь было прямое попадание. Там было трое людей в доме. Никого не нашли. Только волосы. Пучок волос от бабушки. О криворукости и осведомленности россиян в Украине уже слагают легенды, ведь очевидно, что они целились сюда. Здесь был военный плац, но внимание еще при Советском Союзе. В 90-х военную часть постепенно расформировали, ведь россияне упрямо делают вид, что этого не знали. Помещения, где 30 лет назад действительно были военные, уже давно пустуют. Здесь даже попрорастали деревья, а в бывшей столовой явно никто давно не ел. Считаю, что это только террор. Ребенок может загуглить. На спутниковых снимках там никаких нет, ни казарм, ничего. Так что, скорее всего, это просто какое-то прикрытие. Думаю, это специально бьют. Принесу. Окна вон такие, еще снаряд. Вот сюда попал, в печку. С февраля по городу было 70 авиаударов. Бои были совсем рядом, ведь отсюда, до границы с Белоруссией, чуть более 30 километров. Понятно, что мы не могли предвидеть, что Беларусь станет страной-приспешницей путинской России. Мы не могли предвидеть, потому что были добрососедские отношения. И сегодня угроза, она присутствует. Так выглядят села Народического района, откуда на Житомирскую область со стороны Чернобыля зашли россияне. Из-за обстрелов деревянные дома горели, как спички. Деревянные дома были. Погода была такая, очень сухая. Людей оставалось очень мало. Те, кто остался, они тоже старались спасти свое имущество. Мы сюда зайти не могли. Ни мы, ни спасатели, ни военные. Ну, как вам сказать, нервы, плохо, в погребах сидели, спрашивали, есть ли мужчины. Спрашивали оружие, искали оружие. Невозможно было. Наши, с одной стороны, потому что не знают, что мы еще здесь, а те, с другой стороны. Большинство селян удалось эвакуировать. Из 80 жителей здесь осталось четверо. Мария тоже выехала в Овруч, но уже вернулась. В хату вошло, я его не выбрасываю. Доказательство, что я свою хату не сама разрушила. Я сама себе вреда не принесу. Окна вон какие. Еще снаряд вот сюда попал в печку. Чтобы все отстроить, области понадобится более 2,5 миллиардов гривен. При том, что резервный фонд выделил всего лишь 170 миллионов. Частично с восстановлением поможет Эстония. Страны Балтии хорошо понимают, что они могут стать следующими. Россияне же или белорусы, если надумают еще раз сюда всунуться, очень об этом пожалеют, утверждает глава области. Мы не переставали наращивать наши оборонительные и охранные мероприятия на севере нашей области. Если российские оккупанты решат перейти Украину-белорусскую границу в Житомирской области, мы устроим сущий ад для них, и они не пройдут. Гражданам, которые начинают активное восстановление на границе, только на вооруженные силы и приходится надеяться. Из Житомирской области Ольга Чайко, Виктор Зеленко, специальная для марафона Freedom на канале UA. Субтитры создавал DimaTorzok